Всем привет! Сегодня предлагаю мой вариант картофельных рулетиков. Тщательно вымытый картофель отвариваем в мундире до готовности. В чашу блендера просеиваем 200 грамм муки. Добавляем соль, половину чайной ложки. И для красивого цвета можно добавить пол чайной ложки куркумы. Вливаем 100 мл воды. Добавляем 1 столовую ложку растительного масла, совершенно любого. И все тщательно перемешиваем. Тесто получается мягким и эластичным. Его можно замесить и вручную, просто это займет больше времени. Тесто накрываем пленкой и оставляем на столе минут на 30, чтобы оно отдохнуло. Приготовим начинку. Любую зелень, которая у вас есть, нужно мелко нарезать. Еще мельче, чем у меня. Картофель очистить и размять. Добавляем 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку соли, немного кунжута, 2 чайных ложки будет достаточно, молотый имбирь, половину чайной ложки, приправа карри, у меня тоже половина чайной ложки. Всыпаем зелень и все тщательнейшим образом перемешиваем. Тесто у нас полежало на столе 30 минут, стало еще более эластичным и мягким. Его нужно раскатать в пласт толщиной 3-4 миллиметра. Я тут процессом увлеклась и мое тесто слишком тоненькое. Выкладываем начинку и приминаем ее немного рукой. Скручиваем рулетик. И разрезаем рулет на ломтики шириной примерно 1,5-2 сантиметра. Мои рулеты аллупатры получились абсолютно на русский манер. Мало теста и много начинки. На сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем рулеты с обеих сторон до золотистой корочки. Тут еще очень важно не отвлекаться от процесса, чтобы они не подгорели. В итоге получается вкуснейшая закуска. Тонкое тесто, ароматная начинка, которой очень много. Это идеальный вариант для перекуса или для дополнения к обеду. Если вам понравился мой вариант индийских рулетиков аллупатров, или аллупатры, я не знаю как точно, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А я желаю вам приятного аппетита и до новых встреч!